Девушки отдыхают Здравствуйте! Я творческая натура, жизнерадостная, пришла за настоящими отношениями. Со мной моя подруга Марина и Константин. Проходите! Виктория, 24 года. Полюбила знаменитого актера из Болливуда и уехала в Индию. Но не смогла прижиться в чужой стране и вернулась обратно. Виктория солистка популярной группы. Пишет стихи, катается на лыжах и сноуборде. Гордится, что смогла погрузиться на 20 метров с аквалангом. Предупреждает, что встает не раньше полудня. Виктория никогда не выйдет замуж за нарциссы и любителя клубной жизни. Ее избранник должен прийти на первые свидания с цветами, понравиться ее маме и обязательно полюбить ее собаку. Все, с вашей невестой. Виктория относится к тому типу людей, который стал в последнее время часто захаживать к нам программу. Это люди соединения Луны и Марса. Мягко говоря, неспокойный, очень упорный и своего добивающийся любой ценой. Но иногда через конфликт. Иногда этот конфликт сами самостоятельно организующие. Виктория способна удачно выйти замуж с точки зрения финансов. Правда, оценить всегда будет именно чувство и любовь. Вы удивитесь, что сейчас для девушек редкость. Но вот это самое качество, возможные вспышки гнева, пускай редкие, но все сметающее на своем пути, женихам точно придется принять. Тебе невеста нравится? Ну, нравится-то нравится. Смотри, красавица какая. Но, дорогая моя Виктория, это, в принципе, пока единственные ваши плюсы. Вообще, нужно как-то поумерить свои желания. Вы здесь не в Индии, нам у нас здесь не Индия. А что за шмараджи? У нас, извини, не водится. Поэтому пиарить своих будущих поклонников или будущего жениха нужно маме достаточно аккуратно. И с Бобиком тоже надо как-то решать, в конце концов. Что это такое? Ты про что? Так она хочет, чтобы он принял ее собаку. Где собака, а где муж? Нет, ну, может быть, он также будет любить страстно животных? Ну, дай бог, дай бог. А если он не будет? Честно сказать, настолько она красивая, что все равно вообще, какая у нее собака, какая у нее кошка, я ее приму с любым животным. Расскажите свою сказку. Вы знаете, да, это была такая история необычная. Можно я похвастаюсь? А я получила золотого павлина. Это главный приз. Я вас обладаю. Лидия, правда? Да. Я жила там два года. Для меня это сказочная страна. Сказочные отношения необычные достаточно для меня были. Я в ум с головой в эту любовь покинулась. Ну, как началось все, расскажите. Я просто отдыхала на Гуа с друзьями и увидела просто красивого парня, который за мной наблюдал, следил. Я не подала, конечно, никакого значения, но красивое-красивое. Через какое-то время он нашел мой отель, где я живу, начал присылать мне цветы, подарки, приглашать меня на всевозможные ужины, завтраки. Ну, вы давали согласие? Вы встречались? Нет, я просто с ним познакомилась и общалась. Мне было безумно приятно о нем принимать. Ладно, показывай. Все. А, вот они. Действительно красивые. Ну, что ты мне не в руки-то даешь, господи мой. Да, надо. Я тоже хочу и Васе, чтобы тоже посмотрела. Василий тоже посмотрела. А он индус сам по себе был? Нет, он наполовину индус, наполовину пакистанец. А просто лицо такое очень европейское. Красавец. Это были очень красивые отношения. Он ухаживал очень красиво, дарил мне бриллианты, кольца, прилетал в Москву, ознакомился с моей мамой, которая здесь дарила. Вылетали к нему? Да, я жила с ним там два года. Он из очень религиозной семьи был, да? Да, у него отец очень религиозный, до такой степени, что он сидел на кресле постоянно, читал Коран, и мне нельзя было показываться ему на глаза, так как мы жили в одном доме. Для меня это было очень, ну, дискомфортно. Я не могла выйти из комнаты лишний раз. По ней видно, что она восточность любит больше. Да, я не похож на восточного? Похож. Похож. На восточного хохла. Ну, потому что кто вы такая? Вы же не в качестве невесты или жены были в доме. Нет, я была именно в качестве невесты будущей жены. На мне было кольцо. А почему тогда нельзя было Вас видеть ему, будущую невестку? Ну, по Корану, то есть ему нельзя было это видеть. Я в первую такую слышу, что по Корану не... А спать как тоже? Нет, спать. Мы жили в большом доме, у нас было очень много пространства, соответственно, мы могли не пересекаться. Нет, нет, а спать вы как? Не пересекаешь, что ли? Нет, с папой я не... Да не с папой! Ну, с молодым человеком. Нет, конечно, в одной комнате. Мы жили, да, с ним вдвоем до свадьбы, и это никак не порицало с папенькой. Ну, я могу сказать так, что все-таки Сахиль, да, вот мой парень, он делал все для семьи, соответственно, они как бы прислушивались к его мнению и к его желаниям. Ну, а ты готов ухаживать или надо сейчас понять? Все, что угодно. Ты так прям вот все, что угодно, ты не знаешь пока еще. Да, да, она пленяет с первых минут. Смотрите, два года – это большой срок. Почему все-таки до свадьбы не дошло дело-то? Ну, скорее всего, у меня в голове сложилась такая картина, что я просто не могу быть в этой клетке, ждать его постоянно. Я молодая, я хочу развиваться. Ну, вот скажите, там же без астролога не обходится ни одна свадьба, поэтому должны были в дом приглашены астрологи, которые бы назначили вам день свадьбы, который была бы... Не произошло, я улетела в Москву к матчу. Может быть, вам казалось, что все серьезно, а для него это было вот такое красивое развлечение, которое мы с ним позволили? Ну, вы знаете, он мне представил там и прессе, и это был очень серьезный шаг для него. То есть я знала, что до меня у него была единственная девушка, она тоже была актрисой известной, после нее была я. Парню просто нужна была красивая приставка к нему. А вас что, снидали комплексы, что вы рядом с ним не кто? Нет, мне съедало то, что я нахожусь в одиночестве, постоянно в чужом доме, с чужой религией, без друзей. А он вас не брал с собой на съемки, это же так интересно. Ну, я хотела, конечно, с одной стороны, но я понимала, что ему некомфортно, он все время работает, я бы сидела в этом отеле. А потом он еще стал бахвалиться, да, перед вами, что вот такая звезда? Да, потому что я вот такой, а ты кто, да, соответственно. А ты кто? Да, вот а ты кто? Нет, ты кто? А вот я хотела стать кем-то, вот именно поэтому еще там никто. Ну, как никто, я была молодая девушка, которая училась, которая стремилась. Я училась в Москве в тот момент, я перевелась на заочную, я уехала к нему. То есть я летала на сессию. А какую профессию хотели? Я юрист, я уже закончила. А сейчас делаете в шоу-бизнесе карьеру. Да, ну так получилось, что вот самое интересное, что я приехала к маме после очередного конфликта и пришла в караоке просто с друзьями. И ко мне подошел продюсер, говорит, девушка, вы хорошо поете, может вы придете на кастинг? Я говорю, ну почему нет? И я пришла, и меня взяли в группу известную. Ну, москвичка? Нет, я из Украины. Ну, ты же позволишь ей развиваться творчески? Однозначно, я сам творческий человек. Ну, мы художник и певица, по-моему, просто... Идеально. Тве творческие направления, направляющие. Как вам этот опыт? Вы считаете, вы оглядываетесь на эту историю? Что с вами происходит с вашим организмом, с вашим сердцем, с вашей душой? Изначально я думала, что я потеряла сердце, и я никогда не полюблю, потому что для меня это была большая трагедия. Как же девочка устрадала? Ну, это нормально. Нормально? Он вас легко отпустил? Нет, я уехала, он мне очень долго звонил, говорил о том, что он на съемках, что он не может прилететь, что я тебе все оплачу, вернись. Я ему сказала, что давай немножко мы поторопим это все, я отучусь, у меня была сессия, я говорю, мы созвонимся. А причина развода его вот до вас? Ну, потому что ее депортировали из этой страны. Значит, он не был на ней официальной женой? Да не был, это гражданский брак. Да, просто гражданский брак. Ну, это он просто нагуляет, и поэтому отец не смотрит на вас, устал, наверное, головой крутить. А религия тут при чем? Думает, ну что я буду, ну пусть сын развлекается при деньгах-то. Ну, хорошо, а теперь будете на чужую сторонку смотреть? Или все-таки своих будете искать? Ну, я посмотрю все-таки. Почему вы раньше полудня не просыпаетесь? Потому что моя профессия, она творческая, да, соответственно, очень много концертов, мероприятия проходят вечером поздно, да. Соответственно, я приезжаю поздно, ложусь поздно и поздно встаю. Значит ли это, что мужчина должен будет подстраиваться под ваш график? Ну, я считаю, что можно эти компромиссы всегда, всегда можно. Нужно будет мне встать раньше, помочь ему собрать его, приготовить что-то. Я встану и сделаю для любимого человека, конечно, да. А я вот хочу к вам, ребята, обратиться. А вы вместе работаете или? Я работаю вместе с Викой. Я близкий друг. Ну, друг не бойфренд, не бывший? Нет, друг. Настоящий. Настоящий друг. Чудик-чудик. Нос еще как орло. Полетели. А вот как вам кажется, кто может Викторию сделать счастливой женщиной? Я общаюсь с Викой уже больше, чем полтора года, как раз с того момента, как она приехала из Индии. И могу сказать, что ты очень сильная личность, сильный характер. И Вике, конечно же, нужен сильный человек, не только физически, но и самое главное, как мне кажется, это чувство юмора. Потому что, если не будет чувства юмора... У него отсутствует, что ли? Или она такие вещи творит, что без чувства юмора просто не обойтись? Должен был быть я, но я друг. Вот такое чувство юмора должно быть у ее молодого человека. Я это очень люблю. Нет, совсем не такое. Я предполагаю, что вам нужен мужчина, конечно, не такой, даже с моторикой не такой. Ну, невеста мне нравится, друзья, пока я не уверен, она вызывает только положительные эмоции. Никит, ну, друзья ликвидируем. Подруги мне не очень нравятся. Подруги? Подруги, да. Подругу берем. Но детей не планируете в ближайшем будущем? Почему? Мне 25 скоро, и я думаю, что мне стоит об этом задуматься. И поэтому мне нужен человек для семьи, чтобы он был надежным, чтобы я видела в нем человека, отца, будущих детей. Надежность опять? Ну, хотя бы какие-то критерии. Ну, я думаю, если, возвращаясь к вашей прошлой истории, вот к этой индийской, вам хотелось бы, чтобы мужчина все-таки был рядом с вами. Правда? Да, нежели вот постоянно где-то и непонятно как. А вот ментальность, он должен быть одной верой с вами. Знаете, для меня это не принципиально. Я считаю, что у каждого много веры на земле. То есть никаких таких особенностей, никаких таких требований к вам не было от мужчины-мусульманин? Ну, как не было? Подождите, что-то меня путаете. Он, извините, видел ее в определенные часы, или она не имела права выйти... Нет, я имела права, просто мне было неудобно выходить, зная то, что отцу нельзя меня видеть. Да. То есть это другая ситуация. Просто я по совести это понимала, что мне не нужно этого делать. Виктория, мне понятно все про вас. Я считаю, что нужно уже знакомиться с женихами. Я вам желаю встретить свою любовь сегодня. Спасибо. Ну, а я скажу по старинке. На каждый горшок есть своя крышка. В общем, горшок я не поняла, что за горшок. И крышка бы тоже какая-то странноватая. Ну, вот буду ориентироваться на ваших свадьб. Может, с чувством юмора там как раз мы... А что странного? Красивая, молодая, стройная? Ну, не хочется потребительница назвать ее в конце концов. Ну, она ни одного слова не сказала об этом. Ну, правда, извините, ее свадья, я так понимаю, в общем-то, представляет интересы. И как-то она прям так лихо. Без денег нам не надо, но и... А ты бедного для своей дочери хочешь? Бедного? Да, без денег. Как всегда. А ты знаешь, я вот в программе слушаю, и слушаю про себя, прихожу к выводу, что, в принципе, да, я бы согласна, бедная, если по любви. Я все сделала для дочери, чтобы она могла это делать. Василиса, что? Вам нужен надежный мужчина. Вот что такое эта самая надежность? Это прежде всего ситуация, когда мужчина не мечется, не меняет свое мнение. Когда мужчина последовательен в своих действиях и логичен. Вот если сегодня среди наших женихов вы увидите действительно логичного и последовательного, выбирайте именно его. Потому что именно такой парень может составить вам пару. А если мужчина говорит женщине сегодня, я тебя люблю, ты моя звезда, а завтра ты никто, я звезда. Вот этого мужчины уже нельзя назвать надежным. Вот стоит прислушаться к словам. Умная женщина. Очень скоро нашу невесту ждут три незабываемые встречи. Возможно, одна из них изменит ее судьбу. Не пропустите. В эфире «Давай пошенимся» у нас в студии Виктория. Идите, знакомьтесь с твоим женихом. Удачи! Здравствуй, меня зовут Никита. Очень рад с тобой познакомиться. Ты шикарно выглядишь. И я безумно рад нашей встрече с тобой. Привет. Мне кажется, он может быть подружкой той подружки. Той подружки. Они найдут общий язык. Мне тоже кажется. Здравствуйте, Никита. С кем вы? Здравствуйте. Я пришел со своими друзьями Антон и Елена. Очень приятно. Все, давайте посмотрим на вас. Никита, 23 года. Дизайнер интерьеров. Прыгает с парашютом, ездит на автомобиле по замерзшей Москварике. Предупреждает, что разбрасывает вещи от входной двери до кровати и может заснуть с тарелкой на груди. Избранница Никиты была страстной и творческой натурой. Когда дело дошло до битья посуды, решил с ней расстаться. Надеется, что Виктория не будет портить совместно нажитое имущество. Вот такой Никита. Ну, странный такой дизайнер. Потому что мужчина, у которого в гороскопе квадрат Меркурия-Марса, все это еще и Нептуном приправлено, очень редко выбирает себе профессии творческие. Но раньше такие мужчины бились на кулачках. Сейчас есть экстремальные виды спорта. И они вот эти свои саморазрушительные порывы там и реализуют. Но если бы вы родились тысячу лет назад, были бы дручуном страшным. Потому что тогда не было автомобилей и чего-то еще. Вы знаете, честно признаться, это присутствует. И я очень сильно в себе это гашу. А, то есть не изжили? Совершенно. Ну, вероятно. Мне очень трудно с этим бороться, но я стараюсь. Мне кажется, такой немножко... Пассивный, пассивный. Такой мягкий. Ну, как подружка. А вот сейчас слушаю, и страшновато. Парашюты, да еще по замерзшей москварике. Ой, послушайте, ну в 23 года не все сидят в библиотеке и протирают штаны? Ну, не знаю, не знаю. Я все-таки считаю, что это минус. А мне кажется, это как-то очень здорово по-мальчишески вот так рисковать. Но все-таки будьте осторожны. Ну, само собой. Это, в принципе, первостепенная моя цель. А что вот вы не путаете страсть с плохим воспитанием? Девушка там как-то поколачивала тарелки о вашу голову. Может, она была просто дурно воспитана? Ну, возможно. Просто там, на самом деле, вы знаете, нашла коса на камень. Ну, вы ее ревновали, она вас ревновала. Вы у нее телефон проверяли, она у вас. На самом деле, я считаю, что мы были очень схожи по духу, мы очень схожи были по своему внутреннему какому-то устройству. А был повод-то для таких страстей? Ну, да, отчасти были. Мы не изменяли друг другу. Но повод давали. Постоянно стремились. Грязи никакой не было, да, но все равно. Жили вместе? Жили. Ну, вы знаете как? Дело в том, что на тот момент я был не очень к этому готов. Да ты и сейчас не готов? Да нет, смотрите, у нее такой прям взгляд еще. На ребенка взгляд. Как у малыша такой, малыш. Я четыре дня жил у нее, а потом пятки мои сверкали, и я убегал к себе. Ну, это тоже очень по-мальчишески и правильно, я вам скажу, что они влезли в серьезные отношения и правильно сделали. Нужно как-то немножко эту жизнь потрогать, пощупать ее, себя посмотреть сразу. Ну, да, 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 само собой. А я вот знаю, что дизайнер, это все-таки высокооплачиваемая работа. А вы еще на квартирку-то не скопили. Что, заказов мало? Я выплачиваю за... Я живу в своей квартире и выплачиваю за деньги. 23 года, какой молодец, браво. На самом деле, человек вообще не импонирует. Как бы он не был нашим сегодня соперником... Ты сейчас пугаешь меня? Нет, я имею в виду как человек. Вы пришли к девушке. Я знаю, я же не сказал, как мужчина. Вы смотрите, конечно, Виктория своим видом уже... Пленяет сразу, да. Во-первых, да. Представьте, сколько будет повода для ревности. Гастроли, товарищи, подруги. Близкие друзья. Само собой, да. Мы две творческие натуры, и нам в любом случае придется мириться с тем, что вокруг нас будут видеться. Не привяжете? Не будете настаивать на том, чтобы прекратила петь и... Нет, абсолютно. А зачем? А зачем? Птичка в клетке. Ей все равно захочется вылететь оттуда. А сколько вы с утра остаете? Рано. Ну, дело в том, что я ложусь утром. Как правило. Подождите. Стою рано. Да, так квартиру не заработаешь. А я сова, я веду ночной образ жизни. Ну, то есть вы в этом сфере очень схожи. Спать вместе будете. К прошлому ревновать не будете? К ее прошлому? Да. Ну... Показать? Да. А вы знаете... Сейчас, подожди, подожди, бумажки. Вот они, красавцы. Кажется, Никита, составить конкуренцию, да? Конкуренцию составить в чем? В количестве сережек в ушах. Смотри, как, смотри, как слошки на сжимает. А ты молодец, молодец. И глаз так загорелся, будто она краска настоящая. Ну, честно говоря, мне никогда не импонировал подобный типаж. У него там дворцов немерено. Логично. Ну, это хорошо. Еще бы вам не хватало, чтобы такие красивые мальчики вам нравились. Я считаю, что Виктория была... Давай обратно. Хороших руках. Вам на память. А если придете домой с работы, а Виктория сидит, смотрит какой-нибудь индийский фильм, пускай даже его там нет в качестве главного героя. С пололокой в глаза. Да, и так грустно рассеяно. И Саре на коленях расстелило. Ну, я постараюсь поверить ей, она мне ответит, что это ностальгия по прошлому. А там будет Амитабах Батчан, старый дед по телевизору. Переворачивающие внедорожники, да. Запретит индийские фильмы смотреть. Да, да. Рашкапур, враг номер один. Покажите сюрприз, который приготовили. Хорошо, с удовольствием. Виктория, так как я художник и довольно творческая натура, я бы хотел сейчас исполнить на вас то, что я умею. У меня есть одно хобби. Я увлекаюсь японской каллиграфией. А я хотел бы попросить у вас вашу изящную руку. Спасибо. Я сейчас изображу на ней два японских иероглифа и после этого объясню их значение. Это то, что у меня с первого взгляда проассоцировалось с вами. Мне кажется, не проассоцировалось такое явно выраженное. Занятие каллиграфией созвучно знаку девы. Этот иероглиф прежде всего означает красоту. Ну, ничего страшного, мы это сотрём скоро. Наждачкой. Нет, ну что, как ты можешь? Мы же живы с наждачкой. А второй иероглиф означает ум и мудрость вашу. Это то, что я считаю, вам удается в себе сочетать. Приятно и необычно. Спасибо. 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 Проходите с вами в другом комнате. Ну что, ты почувствовал? Ты потрогала красоту, как твои ощущения. Да, я... Простят меня японцы, я боюсь, что я немножко второе... Приврал. Да, приврал, конечно. Ну ничего. Но выглядит красиво и очень идет. Давай поженимся теперь вашим обильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Не пропустите новое знакомство через несколько минут. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Виктории. Идите знакомьтесь со вторым женихом. Всем удачи. Судя по костюму, он только что с конкурса двойников «Fell with the press». Это от нашего стола вашему. Ой, спасибо. Сами для вас. Спасибо большое. А то вдруг похудеем. Да, пирожки, да, сам пек на яблочке. Вы у нас были? Да, один раз был. Ну, в качестве друга девушки. Угу. Ну хорошо, что пришли сегодня бороться за такую вот красавицу. С кем вы? Я с своим другом, которого зовут Асен. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Спасибо. Самуэль. 28 лет. Рэп-исполнитель. Профессиональный футбольный вратарь. Имеет первый разряд под дзюдо. Ходит в клубы. Виктория предупреждает, что не любит животных и у него аллергия на кошек. Спустя год встреч возлюбленная Самуэля перестала отвечать на его звонки и сообщения. Оказалось, что она вышла замуж за другого. Надеется, что Виктория не станет вести себя вероломно. Ну, я надеюсь, в дальнейшем самуэль будет вести. Никто уже так не поведет себя по отношению к ему. Ну, вот прямо так вероломно, надеюсь, нет. А вообще, мы ищем королеву. Такая, чтобы была красавица из красавицы, умница из умниц. Потому что Венера очень сильная и во льве. То есть женщина должна быть просто звездой. Одновременно при этом... А чтобы армянской родине понравится? Обязательно. Потому что Луна в гороскопе все-таки сильнее Венера. Это значит, что мама будет всегда важнее невесты. Ой, ты даже без короткова поняли. Я могу сказать, что и жена будет более значима, чем невеста, что тоже приятно. А тебе как-то? А что? Спортсмен, он романтик. Мне ваш костюм очень нравится. Спасибо. Правильно вы сегодня... Спасибо. Прямо в таком хорошем виде. Снежок. Снежок. Вот мой друг мне посоветовал. Что для рэпера большая редкость. Два творческих начала. Он присылал. Будьте себе песни петь друг к другу. Будьте песни друг к другу петь. В разных жанрах. Да, ну а что он там? Рэп, рэп. А вы ему... А-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну это сейчас монстр. Я только для химии по-моему. А так, знаете хоть одну песенку? То бы вы учили что-нибудь? Ну, так. А для настроения? Да, они очень символодичные. Не будете, думаю, ломаться сейчас? Прямо нам споете? Ну, пожалуйста. Я не буду. Я не помню. Ну хорошо, Виктория, но мы же не знаем химии. Химии, димии, а-ча, а-ча. А она больше ничего не знает. Как я сняла. Ну ты пой, давай. Я просто знаю, что ты знаешь слова. Я с индусом не жил. Хорошо. А почему, кстати? Это хорошо. Вот и ты пой. Я тебе просто напил танцор диска. Давай, сделай. Ну, диме, диме, а-ча, а-ча. Димии, димии, а-ча, а-ча, эй. Э-сона, ми, ну я. Э-де, а-ча, 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 а-ча. Очень вяло. Правильно, Кость, я тоже согласна. Девчонки, ну не позорьтесь. Дай, что люди нашего репертуара мы споют. А нет, а тогда вы спойте, Кость. Да, давай. А я сужденников не буду выбирать. А-а-я, я. А-а-я, я. А-а-я, я. А-а-я, я. Я много-много фанатов Болливуда здесь. Не раздражает, пожалуйста. Нет, оно все равно тебе нравится. Он такой ехидный какой-то. Ну, я взгляд, взгляд, взгляд. Какой-то лягушечка такая прям хитрая. Хорошо, а теперь давайте к Сэмаэле. Как-то с вами бессердечно обошлась девушка, с которой вы познакомились. Так получилось, что теперь делать? Жизнь такая. А почему? А? Почему она так поступила? Вы у нее выясняли? Ну, не получилось выяснить. То есть? Получил одно смс. Ну, они познакомились в социальной сети. Да. Познакомились. Она была из другого города. Вот. Потом мы с ней встретились. Я ездил к ней туда. Так получилось, что, может быть, повлияла ее семья. Я не знаю. Мне удалось выяснить это. Вот. Так получилось, что она вышла замуж за другого. А может, она просто испугалась, что вы армянин, а мама ей сказали? Она тоже была армянка. А-а-а-а. Так почему такие мужчины ищут жены? У нас бывает такое, что семьи бывают и не ладят, и важно, с какой-то именно... Ой, слава богу, что для вас это важно. Вот у нас бы еще хотя бы что-то. Потому что только у вас и остались традиции. Не испугается родня ваша, вот, Викочки? Я думаю, нет. У меня очень современные родители, они меня поддерживают во всем. А вы во сколько встаете? Встаю очень поздно, потому что я работаю ночью. Ну, все нормально. Ночью, да. То есть у нас практически одинаковая сфера деятельности. Что обязательно должна уметь ваша жена? Она должна быть очагом в доме. То есть, чтобы в доме была гармония, уют, тепло. Но я хочу, чтобы именно вот моя девушка, чтобы у нас были взаимоотношения такие, чтобы мы понимали друг друга и поддерживали. А разрешите ей работать? Да, если ей это нравится, почему бы и нет. То есть уезжать на гастроли разрешите? Я привык доверять. Может быть, я на этом и поэтому оступился, но я привык доверять человеку. А без доверия, мне кажется, не построишь. Смайль, у нее есть бобик. Да, вы не любите животных, да? Я, я преимущественно, не люблю кошек. А у меня собачка, она маленькая и красивая. Маленькими можно. Вот видите, как все разрешено. Маленькими житься можно. Слушай, Миша, ты как любишь собак? Я собак очень люблю. У меня у родителей два лабрадора. Между вами скрабла. Все, вопрос закрыт. Наконец-то дайте мне плохо, человек. Эй, Астен, ты шустрый. Мы пришли конкретно за девушкой. Мы пришли, знаешь, схватил невесту, убежал, сам на ней женился. Очень хорошо. А вот ты всегда задаешь вопрос. А квартира в Москве есть? Квартира нет в Москве, но будет. А тут губки-то раскатали. У нас как бы постоянный заработок. Это не проблема. Дело не в этом, есть она или нет. Тут отношение главное. Я думаю, что сюрприз связан с вашим творчеством. Мы хотим исполнить нашу песню, которую я написал, называется «Малиновые сны». Давайте, давайте послушаем. Сейчас мы ее исполним. По городу греков мчатся машины, в них юные дамы и богатые мужчины. Любовь продается, любовь покупается, кого-то отпустят. А те, кто останутся из золушек, обернутся в принцесс. Часы пробьют 12, и сказку сменит секс. Вечер чудес сменит ночь в отеле, и все растворится в холодной постели. Я не разберусь, что он там поет. Репер. «Малиновые сны». «Малиновые сны»? «А почему он тогда не в малиновом петлюке?» «Малиновые сны»? «Летс гоу!» «С капелькой слезы»? «Ес!» «Она поклинет клуб» «В объятие луны»? «Больше шума! Больше шума!» «В объятие луны отдаст ему себя» «Он для нее герой, она-а-а-а-а» «Вокальными данными мы не располагаем, мы умеем только буквы читать». Я думаю, даже вот этот мальчик слева, который бородатый, он посимпатичнее, чем вот этот лысый. Однозначно, однозначно, что он абсолютно такой красивый. Ты знаешь, я думал, намного интереснее. «Малиновые сны»? «С капелькой слезы»? «Она поклинет клуб» «В объятие луны отдаст ему себя» «Спасибо, Самрелли, Асен и наши малиновые сны для вас» «И вам спасибо! Спасибо большое! Проходите в свою комнату» «Совсем скоро нас ждет еще одно знакомство, которое может стать судьбоносным» «Оставайтесь с нами» Вы смотрите «Давай поженимся» Я предлагаю вам, Виктория, встретиться с третьим женихом Проходите Привет! Привет! Я Миша, это тебе Привет, спасибо! Самый красивый из всех, кого я встречал Спасибо! Спасибо! Я пришел сюда, чтобы забрать тебя отсюда и жениться у тебя Проходите, Миша! Я пришел с друзьями, с Иваном и с Гульнаром Очень приятно! Давайте на вас посмотрим Михаил, 25 лет Директор по региональному развитию в строительной компании Мастер спорта по гребле на байдарках Увлекается охотой и рыбалкой Занимается археологическими раскопками Мечтает полететь на истребители Женится на той, кто будет варить борщ вкуснее, чем он С будущей женой Михаил сошелся в 14 лет и не захотел ждать, пока она созреет для материнства и оставит карьеру Надеется, что Виктория подарит ему долгожданного наследника Практически вам уже все должно надоесть к вашим-то 25 годам и вы должны уже перейти на тренерскую работу А вам еще нравятся женщины С 14 лет, бедное дитя Пожил, пострадал Да Ну что это такое, Василиса? Что же там звезды так посмеялись над нашим мальчиком? Слово «хочу», которое портит большое количество отношений и большое количество жизней В данном случае это Венера в знаке Овна Когда человек настолько бывает обуреваем своими желаниями и кроме них ничего не видит абсолютно Что способен идти на поролом, способен рвать отношения, если что-то не соответствует его желаниям Я думаю, она когда попробует то, что мы сделали Когда она попробует твою пахлаву Е-е-е Ты понимаешь это? Она скажет Иф, иф, иф Кого мы упустили? Она скажет Роза, что скажешь? Ну конечно, как ты правильно отметила, фрукт у нас скороспелый пришел И женился, и развелся Но приданное есть Есть куда жену привезти Мне еще нравится ваше увлечение очень хорошее Археологическими раскопками Глядишь, клад найдет Тоже неплохо После того, как я ознакомился с этими женихами Я стал на йоту в себе увереннее Мишань, ну как угораздило-то? Вам 14, а ей аж 16 И врузей йота за растление тоже не посадишь и не привлечешь Ну как получилось то, что познакомились мы с ней на концерте Как сейчас помню Гуан и Эпс в Тушино на аэродроме Мы еще в школе учились А что слушали то? Слушали все подряд Совершенно просто друг пригласил меня на концерт И там она была Мой друг хотел с ней тоже встречаться Получилось так, что она выбрала меня Другу девушку не отдайте, ну это что такое? Хотя бы поделись Иди сюда Мой дорогой, вот когда вы мамке-то объявили Мама не посоветовала? Нет, родители, ну так как я неспокойный был всегда Они были только за то, чтобы меня кто-то присмирил, успокоился Потому что когда я с ней находился, я всегда был спокоен У кого жили? У меня жили в моей квартире И в школу вот прямо вот, да? Нет, нет, в школу я уже не ходил Я учился уже Как, 14 лет? Ну, после девятого класса я пошел учиться Да Куда пошли? В ПТУ В колледж спецназначения, так скажем Что, школа спец кого? В колледж спецназначения В строительной А, это там где детей в наручниках ходят На фотке он был на задании, а? Где детей в наручниках ходят, да? Такой колледж Их к стулу пристегивают еще на перемене А она в школу ходила? Она уже заканчивала школу А дети есть? Да нет Дети нет, к сожалению Именно из-за этого я с ней развелся Это вы серьезно? Потому что для нее была, ну, более серьезная карьера, чем... Вы прямо в 14 лет хотели ребенка? Ну как она? Ну не в 14, но уже в 18 я ей сказал Либо мы же женимся, мы уже 4 года встречались Либо мы расходимся, потому что я хочу детей, семью Что-то он слишком молод для детей и семью Что-то да, как-то он Детей и семью Прям завтра сделает и детей и семью Мишенька, а вот вы говорите, вы неспокойный Это что такое? Это вы как выражаете? Когда спит ножка себе Подборгивает Это к нам к чему подготовиться-то? Ну, когда я один, когда я без отношений, вне отношений Я неспокойный То есть я делаю то, что я хочу Меня никто не держит Нет никаких обременений и так далее Конечно, у меня автомат, багажники и сабли Какие обременения Какой же хобби? Просыпаюсь в 7.30 в 8 утра. Ага, а она только к 2 часам. Ничего страшного, я привык на прошлой работе мало спать и много работать. Оу, ну это объясняет этот взгляд. Этот панурый уставший вид. А кроме клубов, что еще нравится? Я люблю путешествовать, охота, рыбалка. Люблю с Ваней ездить на раскопки. На раскопки скелета. Берем старые карты, покупаем, ищем, где были древние селения. И там копаем то, что найдем, то находим. И уже успешно были какие-то у вас потрясения? Да, были находки монеты, 1300 год, Тасманская империя и так далее, золотые украшения. О, золотые украшения! Но это приносит какой-то доход или просто для души? Нет, это мы чисто как хобби. Мы очень мечтаем найти двух золотых коней в Сарай-Бату. Это нынешняя деревня Селитриная. Не рассказывайте всем, потому что группы, группы, зачем делитесь-то? Лучше сюрприз покажите, который приготовили. Я хотел бы спеть песню «Я люблю тебя до слез Серова» для Виктории. Отними глаза, рождественское небо, Загадай всё то, о чём мечтаешь ты. В жизни до тебя я так счастлив не был. Для тебя одной, и так любишь ты, Эти белые цветы. Я люблю тебя до слез. Не попал ни в одну ноту. Белый кровь, я ваша ложа со слез. Я люблю тебя до слез. Я с ума люблю. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Мишань, порадовал. Ну, короче, у вас друг. Нет, уже не садитесь, уже проходите в свою комнату. А все, идем. Спасибо вам. Вам спасибо. Супер, Мишань. Да, спел ты потрясающе. У меня аж мурашки. Ну что, профессионалы, зацените. Красиво было. Понравилось. Пусть поперёк так-то, но он ей это пел. Красиво. А кроме песни, что ещё понравилось? Мне не понравился вот этот приставка «должна» всё время. Она там не должна. Должна родить. Мы никому ничего никогда не должны. Почему ему пугать, когда мужчина хочет ребёнка? Не понимаю. Ну, у меня другие отношения к мужчинам. Я думаю, конечно, он вас будет ломать. Ну, и это тоже, да. Он упрямый. Всё должно быть по его. Я не думаю, что от Михаила стоит ждать каких-то потрясений, изменений. Он для кого-то будет, безусловно, очень хорошим. Есть миллион женщин, которые так же страстно хотят детей прямо вот сейчас. Поэтому... Но при меня. Нормально хотеть детей и нормально искать себе женщину, которая будет так же хотеть этих детей. Ненормально другое. Ненормальное слово «хочу» ставить выше любви. То есть, если она детей не родила, я встал и ухожу. Ну, значит, где эти чувства были вообще? То есть, что он любил вообще в процессе этих отношений? Из-за этого ещё захочу что-то. Мне кажется, любой женщине, даже быть приятным, когда мужчина хочет ребёнка, хочет семью. Константин и Марина, у вас было время подумать. И кого вы сейчас будете советовать? Хочу услышать. Ну, из всех троих мне больше понравился Никита. Вика, тебе понравилось? Да, Виктория, мне очень понравилась, очень красивая девушка. Я выбираю третьего участника. Михаил. Михаил. Вот это парень, настоящий парень. Он не бросает слова на ветер, пусть он там всё время хочет, что-то хочет. Слава Богу, правда. Но зато всё чётко, коротко, ясно и нечего пендриваться. Как ты думаешь, она остальность зайдёт? Я думаю, 100% я должен сюда зайти. А если зайдёт, выйдешь сам? Обязательно выйду. Я бы, конечно, тоже Никитку предложила бы, потому что взрослых нет. По крайней мере, дрессировать его ещё можно, в принципе. Ну, привьёшь ему пару хороших инстинктов за Никитку. Я думаю, у меня есть большой шанс. И если она зайдёт за эту дверь, я обязательно выйду с ней. Не буду оригинально, мне тоже Никита понравился. Больше. Он ещё и вам лучше всех подходит, потому что вам нужен мужчина земной. А он достаточно стабильный в своих предпочтениях. И я думаю, что и силы, и энергичности у него будет побольше, чем у Михаила. Ну, я думаю, она зайдёт в любом случае. У нас все шансы нет. Конечно. Я с вами согласен. Я думаю, вы уже в нетерпении. Поэтому идите туда, куда вас позовёт ваше сердце. Мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4-4. Анна, 25 лет, номер 1917. Занимается продвижением фэшн-проекта. Мечтает о модной революции и принце. Не любит худых мужчин с длинными волосами. Рядом с собой видит ухоженного и сильного мужчину до 36 лет, который смирится с тем, что её подруга станет членом их семьи. Максим, 29 лет, номер 1918. Главный техник в шоу иллюзионистов. Не видит своей жизни без путешествий и экстремального спорта. Предупреждает, что требует к себе повышенного внимания. Хочет встретить красивую и умную девушку, которая сумеет отстоять своё мнение. Мы не знаем, будет Виктория одна или с избранником. Я приглашаю всех выходить и давайте её поддержим. О! Вы же говорили. Да, я выбираю тебя. Ты из всех окажешься более симпатичен. Но это по-дружески. Я понимаю. Если дело правильное, выберите любом слышу. Мне очень приятно. У нас есть пара Виктория и Никита. Если вы тоже хотите обрести своё счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте СМС именем героя на номер 4-4. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. Удачи. Как бы я понял, что как бы за мной придут. А не жалко было эту женщину? Действительно, к сожалению, есть во мне такой порог. Я в шоке немного тоже. Если муж у авторитета, ты что, дурочка такие вещи говорит? В моей смерти виноват Дмитрий Дунаев. Достал свой меч, леденец. Переминтуй мою душу, останови мои мысли, ты мне сейчас очень нужен. Редактор субтитров А.Семкин